Мы сейчас находимся посредине войны и пусть этот урок будет дополнительной заслугой для солдат, которые сейчас сражаются, чтобы они смогли победить. И желательно при этом вернулись домой целыми невредимыми. В том числе я подразумеваю всех своих внуков, которые сейчас там. И часть из них сейчас находится непосредственно внутри Азии. Один из детей, который сейчас непосредственно там, это Эйтан Бегон, который родился в Ницарим, который он буквально прошлой неделе освобождал. И там же был Брид, где раб был у своего внука Сандаком. Тот, кто держит на руках. Сейчас... Ему сейчас 25 лет. Два месяца назад он ленился, сейчас он там сражается. Говорит, мы вернулись наконец-то домой. Я сейчас, говорит Ницарим. Он голландчик. И его батальон находится именно на территории поселения Ницарим. Вернулись домой. И мы будем молиться и надеяться, что не только во время войны, а что действительно дом вернется туда. Сейчас несколько идей из недельной главы. Занимается двумя темами. Одна тема – это то, что хоронят Сару в пещере Махпела. И второе – это Шидухим, сватовство. И между этими двумя темами есть очень глубокая связь. Прежде всего, о захоронении. Любой человек когда-нибудь умрет? Спросите, откуда он знает. Он это знает, потому что у него есть уже купленная могила на Масочной горе. Есть традиция, что тот, кто при жизни покупает участок для захоронения, он достаивается намного более длинной жизни. Родители жили в районе Тель-Авива, но они попросили, чтобы их похоронили на Масочной горе. Это одно из самых, можно сказать, важных кладбищ, которые есть вообще у еврейского народа. Они договорились? Раббанит ушла полтора года назад, но задолго до этого, когда они говорили, она тоже сказала, хочу, чтобы мы были похоронены на Масочной горе. И он послал сына, чтобы тот поискал место. Пришел в какую-то Хевру Кадишу, это организация, которая занимается похоронами, ему говорят, нету. Но сын так не сдался, и он сказал, давайте посмотрим карты, может быть что-то найдем на картах кладбища. И потом говорит, а здесь он стерто, кто-то заказал и имена стерты. Сейчас претендентов нет, как раз две могилы рядом. Он говорит, что сын, что сын, что сын, 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 сын. Значит, слушатель говорит, а да, 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 тут была пара, которая сейчас отказалась, потому что они боятся, что там арабы, что к ним не будут на могилу приходить и так далее. И поэтому они решили, что будут лучше быть похоронены на армин уход, это кладбище, которое здесь недалеко. И когда сын посмотрел, то он увидел, что эти две могилы находятся ровно рядом с могилами родителей арабы. И тогда они купили эти две могилы. И для его жены и его. Они бы опять сказали, что мы находимся рядом. И когда они приходят вспоминать, то он говорит, что это конечная остановка. Они дрожат. Ты живой. Сейчас они уже к этой шутке привыкли. Очень важно, где человек похоронен. Человек это не собака. Здесь будет похоронен, там будет похоронен, разницы нет. У Авраама умирает жена. В принципе, не знает, что именно делать, но... Он должен выбрать место. У него нет родового места пока что. И он выбирает именно Хеврон и именно пещеру, которая называется Махпела. Махпела. Почему? Почему? Написано, что это место называется Кириат Арба, как бы городок четырех. Там есть четыре пары. Кроме того, что там наши праотцы, Авраам Сара, Исха Кривка, Яков Леа, там есть еще одна пара. Какая четвертая пара, которая на самом деле первая? Адам и Хава. И Авраам хочет быть похоронен именно рядом с Адамом и Хавой. Почему? Почему? Адам, у него были проблемы. Не во всем можем сказать, что он ошибался, короче. Его изгнали из райского сада Ганеден. И после этого в этот мир спустилась грусть. До этого не было. Кто-нибудь здесь был, грустил? Никто? Никогда? Ты же учишься в Маханмире, ты что, не радуешься? Да. Адам, он в какой-то степени. Адам, он в какой-то степени. Объединяет весь человеческий род. И мы понимаем, что у всех людей есть поднятие грусти. Ну, допустим, еды не хватает. Очень часто не хватает именно радости. Душевные. И это то, что Авраам приходит исправлять, вернуть радость в этот мир. Он говорит, я хочу быть похороненным именно с Адамом. Напомнить, что есть проблема и есть исправление. Какое исправление? Это общая большая радость. И именно поэтому он выбирает это место. И это по поводу похорон Сары? И Тьмор, они идти в... Тьмор? Да, Тьмор. Они идти в Некум Аделим. Вчера раб Йором Ильял. Вчера он был, навещал раб Йором Ильял, одного из преподавателей Махона, у которого сын погиб в конце прошлой недели. И попросили Рава сказать какое-то Двартово. И написано, что Авраам приходит говорить надгробные речи о ней, и аплакивать ее. Но слово «левкота», аплакивать ее, написано с буквой кав маленькой. Почему? Это говорит, что он может быть в речи. Очень хорошо! Ты можешь стать Рава-Рашим. Он уже наглал на уровне, Альянис. Спасибо. Почему? В речи-катан. И в Туре, один из Паршиновых Махислим, объясняет, что она говорит, что она должна быть в 17 лет. И это направление в мире. она прожила 127 лет и она выполнила свою миссию в этом мире если мы говорим про человека что он смог выполнить свою миссию в этом мире то тогда плач маленький но если мы говорим сейчас про молодого парня эти были в я бы и когда мы говорим и про плач который был на похоронах в мосей шаббат там был плач очень-очень большой все плакали что она прожила 127 лет сто лет 20 лет семь лет годы жизни сами зачем повторяют и раши объясняет это чудесным образом почему еще раз повторяет годы жизни сара потому что вся ее жизнь была к добру но если мы посмотрим казалось бы там такие проблемы всякие проблемы в жизни много было проблем много лет она была бездетной потом и наложница агарда делала проблем потом и шмел парома в мэлих проблемы все время хватало вообще на бездом бездомная была в шатре жила а и женщине нужен дом какой раши может после этого всего сказать что вся ее жизнь была добру добро может быть эта ошибка может раньше ошибается как и 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 похода дворежим отрядим отха Но у нее была вера. Что это значит? Это знание и умение принять то, что с тобой происходит. И самому себе сказать, что все, что произошло, это для хорошего. Это часть веры. У Раби Акивы тоже было много проблем. Но он всегда говорит, что все к добру. Все, что Всевышний делает, он делает к лучшему. Иногда нам это, на первый взгляд, выглядит плохим. Человек, который пропитан верой, на меня показывает пальцем. Когда есть проблемы, что говорит? Гамзулитова. И в этом проверяется человек. Если он смотрит на жизнь оптимистично, положительно, или пессимист, все плохо. Поэтому Раша здесь это подчеркивает. Но у Авраама есть еще одна проблема. У него есть сын. Сына нужно женить. Для чего есть сыновья? Для чего есть сыновья? Продолжить династию. И здесь мы видим, что недельная глава занимается тем, как найти хорошую жену. Кто здесь хочет жениться? Мы. Омер Хварегезман. Как найти хорошую жену? Стать своим хорошей. Как мы можем узнать, она хорошая или нехорошая? Какие критерии здесь есть? Чтобы мы смотрели, а не кто-то вместо нас. И это мы учим в нашей недельной главе. Авраам посылает Элиезера привезти жену для сына. Элиезер говорит, как я пойму, что она им подойдет. Авраам, мы знаем его качество, это Хесед. И ему подойдет женщина, которая тоже такие хорошие качества. Как можно знать, это хороший человек или нет? По его поведению. Если этот человек делает сходу Хесед, понятно, что это подойдет. И он подходит к колодцу. И там люди приходят набрать воды. И он говорит, я здесь сейчас найду жену для сына господина. И видит Ревку. И говорит, что он хочет, что он хочет, что он хочет, что он хочет. Но если у него 10 гмалин, то у него все 10 гмалин. И она видит Элиезер и говорит, что я тебя напою. И не только тебя, и весь караван, все 10 гмалин на паю. Каждый гмалин пьет 50 литров, я бы сказал, 60. Ну, пока. И он говорит, это действительно хорошая женщина, жена. И он приходит в семью. И он приходит в семью и видит, вай-вай-вай, какие злодеи. Брат лжец. Врунишка. Папа еще больше. И он задумывается, что делать. Но она делает Хесед, не раздумывая, безгранично. И это решает делать. И спрашивает именно ее, ты хочешь идти? Она говорит, да. И прежде всего, мужчина, он предлагает обычно, чтобы вышли за него замуж. Но он спрашивает, она отвечает. И если мы смотрим, то, что мы сказали про семью, это не случайно, что она выросла в семье. Где, где есть злодеи. Какая причина у этого? Мы видим, что происходит сейчас, мы видим, что происходило раньше. Будущее очень часто мы не можем понять. Всевышний, у него нет времени. Он знает и прошедшее, и настоящее будущее. Он знает, видит, что у Ривки будет двое детей. Один праведник, один злодей. И мама должна заботиться об обоих. И она должна заниматься и злодеем, в том числе. Это ее родной сын. Только тот, кто видел злодеев, когда он рос, то он понимает, что и как делать с врунами и злодеями у себя дома. И поэтому она знает, как относиться на самом деле к Исаву, несмотря на все его хитрости. И это одна из причин. Но Ривка в любом случае, она женщина очень хорошая. Она не была наивной. Именно потому, что она выросла в таком доме. Она видела папу, она видела брата. Она знает, как с этим справиться. И он благословляет всех, чтобы вы нашли себе жен таких, как Ривка. И тех, которые делают хесед. И неглупых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова